Здесь очень важно понять геометрию. Смотрите, расстояние до точки 2 должно быть меньше или равно, чем расстояние до точки 4. О чем мы сговорим? Точка должна быть не дальше от двойки, чем от четырех. Где расстояние равно? Где равенство расстояния? Какая точка расположена посередине между двойкой и четверкой? Четыре плюс два пополам. Три. Замечательно. Ребята, это очень важная вещь. Когда вы решаете неравенство, всегда полезно посмотреть, а где же равенство. Вот давайте вспоминать, на плоскости есть такое понятие серединный картикуляр. Знаете, когда у вас есть две точки, где расположены точки, которые на одном состоянии нет? Это надо отрезок разбить пополам и провести как-нибудь трёх. Согласны? Отлично. Так вот это частный-частный случай. Когда точка лежит всегда напрямую, есть двойка, есть четверка и посередине тройка. Если бы речь шла о плоскости, то нас бы интересовали точки, которые слева, понятно, да? Слева, вот эти точки. А напрямую нас что интересует? Луч. Какой луч? От минус бесконечности до треугольника. Включаю, потому что здесь меньше или равно. Так, отлично. Вот эта задача спросила. Как решить уравнение? Модуль х-1 это 2 умножить на х-4. Можно нарисовать график. Можно нарисовать два графика. А можно и быстрее. Для двух вещественных чисел их модули равны. Что значит для двух вещественных чисел, что модули равны? Равны с точностью до знака. То есть то ли плюс, то ли минус. Понятно? То есть вот второе равнение как-то перешло. Вот так и перешло. Х-1 это или так, или как? Пожалуйста, решите быстрее. Сначала решаем первое уравнение. Получаем какой-то там ответ. Раскиваем скобки. Все, что мы получаем. Потом решаем второе уравнение. И надо будет просто объединить ответы. Х-ы направо, а числа налево. 8-1 это 2х-х. Значит, х равно 7. Отлично. Да-да-да, теперь второе уравнение. Нет, пишите. Пишите у вас подробно. Пожалуйста, так же подробно напишите. Да. 8. То есть минус 1, минус 8. Это даже х при 2х. Это 1 плюс 8. Замечательно. 3х это 9, х это 3. Замечательно. Вот здесь ответ. Это множество чисел, состоящих из тройки и семи. То есть, если вы хотите ответ писать как множество, то здесь вы уже должны написать, что? Фимонные скобки 3, 7, 7. Да? Отлично. Продолжение следует...